Что за 30 лет изменилось? За 30 лет изменилось очень много, как и от оснащения машин, так и от самих пациентов. Начинали мы работать в машинах RAF, которые достаточно маленькие, узкие и зимой очень холодные. Аппаратуры было тоже не так много, не всегда были кардиографы, глюкометры и даже кислородные аппараты были достаточно примитивные и тоже не всегда они имелись. То есть за такой промежуток времени стало работать гораздо легче. Пациенты стали более осведомлены о своих болезнях. Сейчас у нас есть такой интернет. Я перейду, а то, что они стали более осведомлены, это лучше или хуже? Иногда даже хуже, иногда это просто мешает, потому что они уверены, что они болеют именно вот этой болезнью и переубедить их бывает очень сложно. А вы свой первый выезд помните? Да, первый выезд я помню и хочу сказать, тогда практиковалась работа по одному, я работала одна. Повод был совершенно неустрашающий. Головная боль, и приехала я в учреждение, а там человек свалился с четырех метров. То есть головная эта боль была серьезной травмой головы. И вот тогда стало понятно, что поводу никогда нельзя доверять. Он очень обманчив и коварен. Всегда нужно по месту уже оценивать ситуацию. А вот знаменитые московские пробки, как в любом мегаполисе, на вашей работе сказываются? Сказываются. Они немножко мешают. Почему-то все свято верят, что мы как-то можем пролететь. Немножко взлететь и полететь. Практически не хотят уступать, но наши водители тоже профессионалы. И они стараются изыскать возможность как можно быстрее, если нужно пациента довезти до стационара. Ну сейчас, по-моему, уступают. Ты вот сколько едешь по Москве, все-таки, когда идет скорая, все-таки уступают водители. Не всегда. Во дворах иногда не уступают. Ну, оставляем машину, идем пешком. Идем очень далеко. А что делать? Пациент страдать не должен. А вам доводилось вызывать скорую помощь, Лариса? Ну, мне доводилось. Я только недавно вызвала скорую помощь, когда приехала за 10 минут. Все было великолепно. Вот я вспоминаю те годы. У меня мама в 82-м году ушла из жизни. А как раз получилось так, что приезжала, видно, вот такая скорая. Но это было еще в Пушкино, в Подмосковье. Эта соседка вызвала скорую, приехала. Я думаю, что непрофессиональный просто врач, потому что она заставила маму одеться, спуститься пешком со второго этажа, приждеть в детственном приступе. В скорую ее привезли в приемную в больницу в Пушкино, и она умерла. Она не доехала. Она в приемном покое умерла. Вот поэтому для меня тогда это был удар страшный, и я очень стала отрицательно относиться к нашей скорой помощи, серьезно, почти никогда не вызывала в те годы. А вот сейчас я понимаю, что сейчас совершенно другой уровень, конечно. Вот я сейчас смотрю сегодня, не знаю, как вы, вы же тоже, наверное, смотрите, поскольку это и вас касается скорая помощь, которая идет, сериал у нас на экране, да? Я думаю, вот если такие врачи, как в этом подстанции, где работает Куценко, так называемая, да, то, дай бог, если такие врачи профессиональные, и фельдшер профессиональный, то здесь уже можно верить в такую скорую помощь. И перед такой скорой помощь я просто снимаю шляпу. Несколько похожи. Последний раз, когда я ко мне приехала, это было буквально где-то месяца 2-3 назад, вот я скорую вызывала. Мне соседка заставила вызвать, я бы не вызвала сама. Мне тяжело дышать очень было, и мне, она говорит, давай вызовем, температура высокая. И дышала, как собака, вот так вот, такими короткими этими самыми. И она вызвала скорую помощь, приехала очень быстро. У меня, по-моему, через 10 уже была скорая помощь, приехал врач и фельдшер, наверное, потому что мужчина и женщина, которые очень внимательно ко мне отнеслись, которые стали меня уговаривать. Я говорю, я не поеду никуда. Они говорят, мы нет, поехали, поехали. Они меня заставили. И я поехала в Боткинскую, меня отвезли в больницу. И я думала, слава богу, что я туда приехала, потому что это был уже вечер, 10 часов. Мне за час или за полтора сделали все анализы. И УЗИ, и кардиограмму, и кровь взяли. И еще 4 врача молодых приходили, смотрели и проверяли все. То есть я полностью была проверена. И, в общем, я очень смешно врач на меня проверял. Я говорю, вы знаете, какие болезни? Я говорю, у меня была операция на сердце в 17-м году. А потом я сделала, говорю, в 2017-м осталось смеяться. У меня единственный раз было знакомство несколько лет назад. Что-то я психанул, как-то давление поднялось. И я, признаюсь, я вызвал из очень известного медицинского центра, не хочу его называть, очень известного и очень дорогого. Вы знаете, они приехали, даже не буду называть сумму, в которую это обошлось, уехали, и мне лучше не стало. И тогда у меня жена вызвала просто обычную скорую помощь. И приехал фельдшер, я не знаю, врач. И он так вот, знаете, это называется психотерапия. То есть он так спокойно, типа, что мы здесь вообще из-за 160 давления, типа, развели чего-то там. И что-то вколол мне там магнезию или что-то. Есть такое, да? Есть магнезия. Моментально у меня там прошла голова и прочее. То есть бесплатно, эффективно и быстро. И я вот это запомнил. Вот очень важный вот этот человеческий момент. Лишь отношения. Что это мы здесь развели-то какой-то кипиш? Ничего вообще не происходит. Это иногда очень важно для пациента. Конечно, вы успокоились. Ведь что пациенты сейчас такие грамотные пошли, все погублят, все разузнают, что с ними. Им уже и диагноз не нужен. Очень часто бывает ситуация, когда пациент на взводе. Он говорит, не надо мне ничего спрашивать. Вот приехали, смотрите. Так не бывает. Мы, к сожалению, не можем просветить человека. И приходится задавать вопросы. Если не пациенту, то его родственникам. Что, как, чем болит. Или хотя бы посмотреть препараты, которые он принимает. И тогда что-то становится ясно. И потихоньку, потихоньку человека разговоришь. Ну, и он уже доволен, улыбается. Все хорошо. Вот мы начали наш разговор. Вы рассказывали, чем кареты современные отличаются от тех карет, которые были 30 лет назад. Проговорили, что там... Ну, они отличаются. Потому что машины сейчас больше комфортнее. И было холодно. Да, сейчас теплые. А что сейчас машины? Сейчас машины в печке, кондиционеры. А, с печками. Да, печки, кондиционеры. Раньше тоже печки были, но работали очень плохо. Ну, вообще практически не работали. А сейчас все оснащение, оно закреплено. Что это тоже очень удобно. Раньше крепежа было меньше гораздо. Ну, и аппаратура была меньше. То есть более удобный подход к носилкам, на самом деле. Потому что раньше тоже было сложнее подходить. Машина выше. Что, опять же, удобнее работать с пациентом, если что-то приключилось в машине. То есть в этом плане, да. Но боли, они, наверное, проходимые. Все-таки РАФ, это легкая машина. Она всегда могла застрять на скользкой дороге. А эти машины... Не, ну и дороги-то изменились, скажите. Сейчас дороги изменились. Носилки какие-то другие. Носилки? Какие-то волокуши, как они называются? Волокуши, да. Это волокуши, которые мягкие, легкие, мы выносим из труднодоступных мест. Плюс сейчас есть щиты. Это носилки, где с травмой пациентов выносим. Тоже из более узких мест. Татьяна Николаевна, а вы роды не принимали на скользку? Принимали. Принимали? Принимали, да. Не так часто, но это бывает. Было, да? Бывает, бывает, да. Татьяна, а скажите, вот я все хочу выяснить, чем отличается скорая помощь от неотложной помощи? Неотложная помощь приезжает к пациенту, который может подождать, когда у него не экстренный случай. То есть не за 20 минут, да? Не за 20, нет. Подождать может час, два, три. То есть буквально иногда для консультации какой-то. А тут и экстренная служба, когда пациент вызывает, что внезапно произошло. Вот как у вас резко одышка началась, вам нужно срочно. Потому что одышка, одышки рознь. Одышка, это может быть и сердечные проблемы, и пневмония внезапно.